В рамках Дней Пермского бизнеса участникам форума свои решения представили несколько десятков компаний со всего края. От локальных кафе до больших буровых предприятий. Развивать свое дело в регионе стало проще, отмечают аналитики. В том числе этому способствует снижение процентных ставок по кредитованию малых и средних предприятий. О динамике объемов говорят и в банке Урал-ФД. За первый квартал текущего года Пермский банк выдал предпринимателям порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 58 процентов. Увеличился и показатель открытия расчетных счетов практически на четверть. Руководитель корпоративного бизнеса банк отметил еще один тренд в отрасли. Банки становятся более цифровыми. Это значит, что банк оказывает свои сервисы более быстро, более доступно для своего клиента. Мы запускаем постоянно новые продукты, мы улучшаем наш интернет-банк. Мы запустили недавно сервис по дистанционной выдаче банковских гарантий в рамках 44 федерального закона. И теперь я с гордостью могу сказать, что наш банк работает по всей России. Мы выдаем банковские гарантии в режиме онлайн. Как отметил Евгений Ощепков, развитие дистанционных сервисов является приоритетным направлением в работе Урал-ФД. Стратегия банка, принятая в конце прошлого года, также предполагает и масштабирование корпоративного бизнеса. Так, в ноябре 2017-го был открыт офис в Екатеринбурге, который уже хорошо зарекомендовал себя в бизнес-сообществе Урала. Продолжение следует...